на библейский портал экзегет пришел вопрос как по-христиански поступить с обманувшим партнером по бизнесу ну если по-христиански то конечно надо просто простить например человек дал кому-то взаймы или вложил в предприятие какую-то долю и вот это предприятие разорилась по вине одного из партнеров партнером по бизнесу или какой-то может быть подтасовка с его стороны сознательным таким вот банкротством может быть предположим себе такую ситуацию в этой ситуации по-мирски надо просто идти в суд и через суд разбираться с этим человеком который поступил неправильно и с точки зрения мирских законов но с точки зрения конечно христианской можно ли простить конечно это зависит от самого человека от его отношения не только к бизнесу и правилам которые в нем установлены но и к спасению своей души вот библия говорит нам о том что если мы даем кому-то что-то взаймы то давайте говорит господь так что уже не надеетесь что тот заем который вы даете другому человеку в его нужде что это вернется к вам взаймы давайте не надеясь получить обратно говорится ли это бизнесе или это говорится о крайней нужде человека который просит у своего товарища у своего друга дай мне денег чтобы я мог дожить до до зарплаты например да или то время когда у меня появится появится какие-то средства деньги для того чтобы накормить свою семью это конечно одно а вот бизнес бизнес все-таки это вещь такая в которую вступают добровольные в том случае если человек сознательно обманывает своего партнера предает его в том случае если у него есть но хочет еще больше и хочет отнять может быть даже последнее у своего партнера то есть у вас в том случае если от вас зависят другие люди которые тоже на вас работают а вот вас разоряет ваш бывший партнер по бизнесу нужно ли здесь в этом случае прощать мне кажется тут надо поступать разумно и конечно в том случае если многие зависят от вас если ваше разорение разорит и других людей которые от вас зависит нужно сделать все чтобы ваше предприятие продолжала работать и в исполнять исполняла свою социальную роль социальную функцию это будет очень правильно и для того чтобы обеспечить это вполне разумно идти и в суд и отставить справедливость потому что в данном случае вы боретесь не столько за себя сколько за общее дело от которого от результатов труда которого зависит очень многие 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 люди много людей в данном случае мы должны искать справедливости различными способами различными средствами нужно ли мстить человеку ну тут понятно что мстить своему бывшему партнеру по бизнесу как впрочем и любому другому человеку не следует нужно просто искать справедливости но простить его чисто по христиански а что касается суда почему бы и нет справедливости можно и нужно искать внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео